Волхвы Он не земной учитель Горит свиста огнем любви И путь им освещает От всех пороков и грехов Иисуса свобождает Творец миров, творец людей Источник жизни, света Младенец ныне всем рожден Ликуй, моя планета Пришел обещанный Христос Мессия, победитель Над Бифлеемом хор звучал Родился всем Спаситель Аминь Аминь Ярко засветилась И остановилась В небе Вифлеемская звезда Там младенец в яслях Родился прекрасный Это наступил день Рождества Это радостный Это благосный, это светлый день рождества Это благосный, это светлый день рождества Трубы загремели, ангелы запели Прославляя Господа Христа Это дар от Бога, небеса дорога Это наступил день рождества Это радостный, это благосный, это светлый 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 день рождества Праздник в целом мире Мы сердца открыли Приглашая Господа Христа Радости веселье К нам пришло спасенье Это наступил день Рождества Это радостный, это благостный Это светлый 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 день Рождества Рождества Слава Богу Слава Богу Слава Богу Нежна Мария Малютку качает Она коленям Садившись в печали Нежна Мария Малютку качает Слава, что ждет здесь Его смерть на теле Боль человека Любил Бог безмерный Звезды испытайте И ярче светите Души людские Ту радость несите Звезды испытайте И ярче светите Души людские Ту радость несите Слава Богу Звезды на домах Христовы всияют Ангелы в сонды Христа прославляют Славу Иисусу Приносим мы тоже Славим, поем мы Тебе, святый Боже Славу Иисусу Приносим мы тоже Славим, поем мы Тебе, святый Боже 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 I'm so glad it's Christmas! All the carols and bells! All the carols and bells make the holidays swell! And it's all about you! Happy birthday, Jesus! 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 And the presents are nice! I'm so glad it's all about you! Happy birthday, Jesus! 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 I love you! 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 Всех к себе зовет. Ты полночь встретили Христа, Простые пастухи. Сегодня даже темнота И тяжкие грехи. Но кто к нему придет теперь, Он примет и спасет. К нему всегда открыта дверь, Он всех к себе зовет. Но кто к нему придет теперь, Он примет и спасет. К нему всегда открыта дверь, Он всех к себе зовет. Но кто к нему придет теперь, Он примет и спасет. К нему всегда открыта дверь, Он всех к себе зовет. Но кто к нему придет теперь, Он примет и спасет. К нему всегда открыта дверь, Он всех к себе зовет. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Пусть пещеры я той не найду, И не слышал охура небесного, Но к Спасителю рвется мой дух, Окрыленный рождественской песнею, Окрыленный рождественской песнею. С Рождеством, с Рождеством, Пусть сердца горят надеждой, В этот праздник белоснежный, Пусть сердцов сводит в ваш дом. С Рождеством, с Рождеством, Пусть забудут за ненастья, Пусть в глазах искрится счастье, Поздравляем с Рождеством. В это дни я не буду грустить, Что не слышали бесного пения, С каждым годом сильнее нести Человеком благоволенье, Человеком благоволенье, С Рождеством, с Рождеством, Пусть сердца горят надеждой, В этот праздник белоснежный, Пусть сердцов сводит в ваш дом. С Рождеством, с Рождеством, Пусть забудут за ненастья, Пусть в глазах искрится счастье, Поздравляем с Рождеством, Пусть сердца горят надеждой, В этот праздник белоснежный, Пусть сердца горят надеждой, В этот праздник белоснежный, Пусть сердце сводит в ваш дом. С Рождеством, с Рождеством, Пусть забудут за ненастья, Пусть в глазах искрится счастье, Поздравляем с Рождеством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 И на землю! Добро пожаловать в наш канал! 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 Но есть такое правило в искусстве речи о том, что слушатель почему-то в первую очередь обращает внимание не на содержание слов, а в первую очередь кто к ним обращается. Это важно. Во вторую очередь, как он это говорит. И только в последнюю очередь уже они задумываются о смысле слов. Поэтому, наверное, иногда нужно какой-то специальный привести спецэффект в том, чтобы прислушались к словам, чтобы дошло наконец. У нас как-то было, готовили евангелизацию и говорят человеку, давай ты стихотворение расскажешь, ты знаешь хорошие слова. Он говорит, да я бы рассказал, да у меня половина зубов не эту, выйду на сцену, людей перепугаю. А ему говорят, ничего, написано иных, стахом спасайте. В Библии много упоминаний об ангелах, но если мы сейчас немножко поговорим об ангелах, мы обнаружим интересную вещь. От первой книги до последней постоянно сопровождается присутствием, явлением деятельностью ангелов в жизни человеков. Но нет ни одной истории, которая была бы посвящена конкретно ангелам. И возникает даже проблема в учении, в богословии учения об ангелах. Часто велись в истории споры, а какие они, а из чего они состоят, а что они едят, а где они живут, а что они могут, что они не могут. И все потому, что несмотря на то, что они очень активно принимают участие в библейских событиях, они не привлекают внимания на себя. Они настоящие служители. Это те служители, которые совершают Божью волю. И когда потом люди вспоминают, говорят, да, в такое событие там участвовали ангелы, такое там участвовали ангелы. Мало что можно сказать конкретно о самих ангелах. И это такой характер упоминаний в таком, что эти упоминания не оказываются полезными для углубления нашего знания об ангелах. Божье откровение нигде не ставит целью сообщить нам что-либо о природе ангелов. Когда они упоминаются, цель состоит, чтобы сообщить что-то о том, что сделал Бог. Даже само слово ангел, оно не раскрывает саму суть этой личности. Кто такой ангел? Ангел – это вестник, это посланник. Слова Евангелия и ангел – это однокоренные слова. Они говорят о вести или о послании. Но мы же не можем сказать о человеке, если он почтальон, что он почтальон и дома, и что он почтальон и на отдыхе, и еще где-то. То есть это какое-то узкое такое, в конкретное место, в отдельном времени, в отдельном месте он им является. Поэтому, что касается ангельского мира, это очень сложно. И даже возникает такая, появляется точка зрения у некоторых христиан и даже у учителей о том, что эта тема такая, что ее можно вообще пренебречь или как-то опустить. Бытует такое мнение, что христианское учение нисколько не пострадает, если мы обойдем эту тему. И в некотором смысле оно так и есть. Учение о творении, о провидении вполне возможно рассматривать без всякого упоминания об ангелах. Ибо Бог, несомненно, сотворил мир, может его поддерживать и им руководить через свое прямое вмешательство, не прибегая к помощи ангелов. Вот из этих соображений резонности некогда кто-то берется судить, что эти персонажи в Библии совсем лишние. Кто-то говорит, что это мифы проникли в Библию. На самом деле Бог без ангелов бы спокойно справился. Но у нас есть, по крайней мере, две причины о том, чтобы нам изучать все-таки ангелов. Дело в том, что Бог ничего не делает просто так, и ангелы не могут быть лишними. И если в наших умах возникает вопрос, что и какое-то мнение о том, что что-то лишнее, то можно продолжить мысль, может, ты сам лишний, может, без тебя тоже Бог бы мог обойтись. То есть надо понимать свое не очень высокое положение, и надо учиться смирять свой ум перед тем, что не все, что мы можем понять, не все, что укладывается в нашем уме, оно какое-то неверное или ущербное. Наоборот, нужно преклоняться перед величием Божиим, перед его промыслом. Есть еще одна такая крайность, которая касается ангелов. Это изучение ангелов стало символом бесполезного богословия. Вот известно, когда богословие сильно развивалось, и появился такой термин, как схоластика, и в насмешку над этим даже, вот когда больше всего разговаривали об ангелов, то доходили до абсурдов, и есть такая насмешка в отношении такого бесполезного богословия, как то, что богословы решают задачу, сколько ангелов сможет вместиться на кончике иголки, при этом танцуя и не задевая друг друга. На самом деле, таких конкретно не было задач, но были похожие. Если хотите больше информации об ангелов читать дополнительно, кроме Библии, Фома Аквинский «Сумма теологии» есть книга, или, допустим, есть… Сейчас я сразу вам скажу, чтобы… Так, Денисий Ариапагид, тоже он писал о небесной иерархии, и мы можем, когда мы читаем эти книги, то можем обнаружить, что эти темы спорные, и о них очень трудно бывает судить. Но, тем не менее, почему еще следует учить нам знать об ангелов? Дело в том, что когда церковь, может быть, как-то скромно опускает или обходит стороной эти темы, то мир и враги церкви, они от этого не отказываются, они этим пользуются. Если вы зайдете в интернет и в поиске наберетесь просто слово «ангел» или «учение об ангелах» или «ангеология», самое первое, что вам попадется, это масса фильмов. В художественных фильмах, где просто авторы дают богатый плод, волю фантазии, и что только не рассказывается об этих ангелах. Летел ангел по космосу, ударился об спутник, упал на землю, как он здесь жил, как он полюбил, жареную картошку. И, то есть, все это может казаться забавным, но, знаете, когда отдаются большие количества, огромные суммы денег на киноиндустрию, не надо наивно думать о том, что это случайно создается какая-то культура, что это случайно, само собой, происходит какая-то мода среди людей, и что наше мышление, наше представление, суждение, философия строится сама собой просто на этих развлекательных фильмах. Если люди отдают столько денег, если прилагают столько усилий, значит, кому-то очень интересно, кто-то очень заинтересован в том, как мы будем мыслить о промыслах божьих. И поэтому сейчас так и происходит. Народ увлечен фильмами «Вот вампиры», ну и что, что вампиры за то, как они любят. И всем интересно смотреть эти фильмы. «Вот оборотни», ну да, жрут людей, но зато какие они все-таки добрые внутри где-то. И понимаете, вот это меняет наше отношение к миру, наше отношение к Богу. Люди, которые увлечены этой информацией, они совсем по-другому потом начинают читать Библию и судить о божьих промыслах. Следующее, что есть, это учение об ангелах, такое, когда люди начинают рассуждать о том, что ангелы лучше иметь отношение с ангелами, чем с Богом. Даже в церковь проникла белая магия как раз через учение об ангелах. Когда-то в Средние века, когда были времена за колдовство, всех ведьм гнали, резали, топили, жгли на кострах, что, конечно, нехорошо, но, тем не менее, с этим бороться было нужно, то нашла лазейку магия как раз через то, что вот есть ангелы, они же божьи, они небесы, они Богу служат, и есть пути, как можно наладить с ними контакт. И вот через эти контакты стали учить о том, что да, ангелы отзываются на определенные символы или на определенные молитвы, и можно призвать, он придет, тебе поможет, он тебе подскажет и научит. И таким образом развилась целая лыженаука об ангелах, которая очень вредна. Сейчас можно обнаружить много литературы, называются «Откровения ангелов-хранителей», где пишут о том, как Иисус обучался в горах Тибета магии, и стал как… много разных глупостей, которыми пользуются люди, и они, если возьмешься с ними спорить и разговаривать о Библии, они будут говорить, ага, вы, церковники, от нас всю правду прячете, а мы-то узнали, а вот ангелы открыли, вот они посылают свои откровения. То есть вы видите, как сатана, как лукавый обольщает людей. О подобных вещах написано, что послание Колоссиным, 2 глава, 18-19 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренамудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, бездосудно надмиваясь плотским своим умом, не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемой и скрепляемой, растет возрастом Божиим». Свойство и служение ангелов, оно такое, что несмотря на то, что они присутствуют в нашей жизни, несмотря на то, что они присутствуют в церкви, и они участвуют в жизни нашей, людей, мы не должны выходить на прямой контакт с ангелами. И может быть для нас, для церковных людей, это озбучная истина, но постепенно-постепенно умы людей завоевываются лженаукой, оккультизмом, и кто-то может быть в этом сомневаться, но происходит так, что нам придется однажды с этим столкнуться, с окружающими людьми, или может быть дети, молодежь, которые мало читают Библию, или не хотят поклоняться Богу, они будут искать это где-то на стороне. Очень важно это знать. Кто такие ангелы, и можно ли мы иметь с ними отношения? Конечно, мы можем иметь все-таки с ними отношения. Не через магию, не через оккультизм. И хотя они невидимы, а чаще всего они бывают невидимы, но тем не менее есть свидетельства людей о том, что они видели ангелов. И я не хочу приводить эти свидетельства, потому что они могут вызывать сомнения, когда мы читаем об этом. Но знаете, кто-то мог и пастухам не поверить, что они видели ангелов. Тем не менее, часто верующие люди говорят, что да, было такое, кто-то вдруг помог, кто-то невидимый или видимый, и потом вдруг дошло, что это мог быть только ангел, и так далее. Иногда я слышал просто свидетельства от верующих людей, и когда они, умирая, вдруг сообщают своим близким о том, что вот все, за мной пришли ангелы, я ухожу, и вдруг умирает. То есть, когда-то ангелы становятся видимыми, когда-то мы обязательно ангелов увидим. Но то, что важно нам знать сегодня об ангелах, это некоторые истины о том, что в Псалом 33, 8 говорится такие слова, «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Также Луки 12, 8-9 стихи написано так, «Сказываю же вам всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божиими». Что это значит? Это значит следующее. Когда-то у Иисуса Христа были очень тяжелые моменты в жизни. Это в начале служения и в конце. Ему требовалась поддержка, ему требовалось укрепление. И тогда приходили ангелы и служили ему, и укрепляли его. И когда-то мы рассуждали о том, как случается так, что во времена гонений появляется среди христиан столько стойких и твердых веримучеников. Может быть, это какие-то особенные люди, богатыри, невы. Как это вдруг так происходит? Я знаю по свидетельствам, хотя я сам не видел его при своей жизни, моего прадедушки о нем говорили, что он очень переживал о том, что когда его посадят, что он сломается под пытками или на допросах, или долгое время ему придется сидеть за веру, находиться в заключении. Он не был таким боевиком. Он был очень мягкий человек, и с простым таким характером ему казалось, что я не смогу устоять. Но прошли два раза, он по десять и побольше лет сидел, и он возвращался и говорил, я удивляюсь, как так получалось. Меня, наверное, ангелы охраняли, потому что зло не коснулось, потому что никогда не случилось такой ситуации, чтобы я вдруг отрекся или предал, или струсил бы, или испугался. Потому что человек исповедает Иисуса Христа перед людьми. Если вам нужна поддержка от ангелов, если вы сомневаетесь, а хватит ли силы у меня в служении, имейте в виду, что Бог вам пошлет ангелов, и они вас укрепят, и они вас избавят от какого-то зла, они сделают так, что верующий в Иисуса Христа никогда не постыдится, если он избирает служение. Если кто-то сомневается о том, что справлюсь ли я с каким-то служением, или с каким-то заданием, или что-то, что от меня требует Святой Дух, нужно помнить еще об этом обетовании, что ангел Божий ополчается вокруг боящихся Его. Имей в виду, ты не один, имей в виду, за твоей спиной стоят ангелы, которые будут тебя укреплять, и которые тебя будут вести в этой жизни. Еще, что нам важно помнить в этой рождественской празднике, в народе, в славянском народе ходили такие, было такое стоявшееся традиционное, как бы, понимание, что в рождественские дни по улицам в виде нищих, убогих старцев ходит сам Христос или ангелы. Если вы окажете Ему благотворение, если вы сделаете доброе дело, это не человек, это может быть ангел. Как вы думаете, это правда, правильно говорили, или это просто рождественские байки такие? Байки, да? Евреям 13 глава, второй стих, недаром написано, «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Мы, верующие люди, находимся в такой сфере бытия, когда ангелы – это серьезно, ангелы – это реальность, и вообще-то все может быть. А даже если среди них окажется не ангел, а простой человек, вы не ошибетесь, если сделаете доброе дело. Еще, что нужно знать, чтобы различить, когда вам является ангел или не ангел, потому что множество лжеучений начинаются с того, что явился ангел и что-то сообщил. Иголатом написано, 1 глава 8 стих, «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Поэтому важно изучать Библию, знать Слово Божие. Если вам является ангел, просто нужно прислушаться, что он говорит. Если он поклоняется Богу, если он поет Богу, значит, это правильно, я ангел. Ничего страшного, есть примеры, есть в жизни случаи, когда являются ангелы людям. Можете сами предложить ему, ну-ка, давай-ка мы сначала споем. Если откажется, значит, до свидания. И это самое лучшее, что нужно нам знать. И еще. О том, как явить людям ангелов, я тоже хочу сказать, что случается такое. Умер один человек, верующий. А это было во времена атеизма, безбожия, когда боялись даже разговаривать об этой вере. И столько народу собралось на похороны. Очень много. Как будто знаменитость какая-то великая. И неверующие люди подходили и говорили, мы не знаем, есть Бог или нету, но если Он есть, то вот этот человек, вот он был ангел. Надо брать пример с ангелов, отождествлять нашу жизнь с ними, жить святой жизнью. И это людям будет свидетельство. Люди поверят в небесное действие, в тот мир, который возвещали ангелы людям. Псалом, я прочитаю перед молитвой, Псалма 148, о том, что еще объединяет нас с ангелами, и что нам следует выполнять. Некоторые стихи выборочно. Аллилуйя! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, дохвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Рождество – это такой праздник, который празднуем мы, и вместе с нами празднуют ангелы. Поэтому давайте мы вместе с ангелами будем прославлять Бога, будем петь Ему и будем молиться. И сейчас мы встанем и помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебе за то, что небо открылось в этот день Рождества, и те небесные личности, которых мы мало что знаем, эти славные создания, они явились, и они возвестили нам о пришествии Иисуса Христа. Эта весть настолько великая, что нам трудно ее вместить, и мы можем долго о ней ее изучать. Но самое главное – то, что она нам дает радость, и мы чувствуем этот мир, и мы знаем то, что целое небо, оно за нас, если мы на Твоей стороне. Помоги нам всегда быть благодарными Тебе, прославлять Тебя. В эти рождественские дни учиться о том, как служить Тебе, как быть благодарными Тебе, и как прославлять Тебя, потому что небесные жители, которые видят Тебя, они делают этот выбор, и они поступают разумно и правильно, что Тебя прославляют. Даруй нам это настроение, прославление Тебя. Будь всегда радостными, видеть всегда Твое присутствие, и жить в этом. во славу Твою, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что, вот ангелы-вестники, да, мы знаем. Ну, сегодня мы тоже можем быть добрыми вестниками. Я думаю, что наши миссионеры, которые были в Мексике недавно, они тоже были ангелами. Ну, давайте, ангелы, сюда, и расскажите о том, что же Господь совершал через Ваше служение там в эти дни. Это да, у нас команда ездила, в Мексику, и я немножко объясню, чем мы там вообще занимались. Ездили с разных церквей, и это в основном молодежь. Мы приезжали в одну церковь, нас делили на команды, давали церкви в деревнях, и приезжая в эти деревни, мы как бы контактировались, общались с этими пасторами, и работали с детьми, провели с ними библейские уроки, спорт, программу, там, поделки, и кормили их в конце. Так, в общем. И мы сейчас покажем слайд-шоу небольшой. Включите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну Сорок человек Где-то детей Придет Немного Так что нормально будет Приезжаем в следующий день Приходит около 200 детей И все дикие Такие И как бы Знаете Я за голову взялся У меня еще команда Маленькая 7 человек И я просто Не знал что делать Я уже тогда Воззапил к Богу Говорю Господи Только Ты можешь Помочь Только Ты можешь Дать силы И так интересно, Бог меня так укрепил, говорит, принимай решение, я буду стоять за тобой. Просто принимай решение. И дал смелости, и так интересно, настолько классно прошло. Пастор говорит, вы когда приезжали, я видел маленькую группу, а вас было в два раза больше. И думаю, насколько классно Бог работал и во мне, и в других людях, и чтоб он прославился. И я думаю, как раз таки в Крисмос, вот мы сейчас празднуем, мы празднуем кого? Рождество. Это радость, что Христос пришел, Он сегодня жив, Он отдал себя, что Он пришел, Он дал нам в подарок. И мы всегда можем приходить к Нему и получать эту радость, смысл жизни, что Он хочет от нас сделать. И это насколько классно. И мы сейчас еще споем песенку, тоже сперва на английском, потом на испанском. Слова те, что у Бога все, у Него сила, у Него любовь, и все в нем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok 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 в том, что ангелы в Новом Завете, они возвестили нам не просто охраняя жизнь, а возвестили нам о жизни. О жизни, которую принес нам Христос. О жизни, которая говорит вам ныне родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Родился тот, кто принес вам жизнь. Всегда возникает вопрос, насколько ангелы понимали, я буду сегодня говорить, что ангелы, они просто служебные духи, которые выполняют роль. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня увидели, что сила свидетельства или сила ангелов в том, что они принесли очень хорошую весть. И сила не в самих ангелах, а в той вести. В той вести, которая пришла не просто ангелы, они ее получили, получили это свидетельство от Бога и принесли. И этой вести сам Бог, потому что Слово Божие, оно всегда, в ангельских устах, в устах проповедующих, оно всегда живо и действенно. Слово Божие, оно всегда имеет направленность, как семя Божие, в жизнь в нем. И настолько это Слово принимает, сказано ангелами, сказано уже последователи, которые услышали пастухами, и мы будем читать сегодня, что когда услышали люди, которые ангелов не видели, не видела не Мария ангелов, не видели тех, кто присутствовал, там Иосиф, но они услышали. Смотрите, что говорит Иван об этом. Луки 2 глава, я читаю с 15 стиха по 20. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Эфирием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, младенца, лежащего в яслях. Я хочу, смотрите, что они сделали, не просто посмотрели, потому что им ангелы сказали, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце 7. И все слышавшие дивились о том, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание на то, что ангелы это не просто... Смотрите, мы хотим сегодня все получить какое-то укрепление в Боге. Мы хотим сегодня, чтобы наши слова были живы и действы. Мы хотим сегодня, чтобы нас наполняла радость. Но она, а это действие происходит не от того, что я хочу, а от того, как я правильно отношусь к вести, к той вести, которую мы услыхали. Вот как пастухи отнеслись. Первое, они услыхали, они проанализировали, что-то... Говорят, пойдем и посмотрим. То есть, эта весть, которую они услышали, она произвела в их желание пойти и посмотреть. То есть, любая весть, любое слово, которое мы слышим, оно остается полезным или не полезным от того, что... Как мы отнесемся к этому слову? И Писание говорит там... Сам Бог говорит эти слова к народу израильскую. Написано в послании к евреям. Не принесло им пользы слово слышанное. Почему? Не поверили. Они не сказали, пойдем, посмотрим. А что возвести нам А? Никакого действия нет. Услышали? Ну, да, сказал Бог. Да, Бог говорит. Да, написано. Да, ну, я не отвергаю это. Но слово пользы не принесло. Первое, что хочу обратить внимание, почему благословение пришло из неба для пастухов. А того, что они правильно отнеслись к слову. Это слово произвело их действие. И это действие они выразили, не просто пришли, посмотрели, а они это действие наполнили чувство радости. Они пришли и рассказали. И когда мы говорим сегодня о Рождестве, это не Рождество, как я чувствую себя. Как я чувствую. Я чувствую хорошее сегодня служение. Я чувствую так вот, хорошо делаю. А что мы приняли сегодня? Потому что ученики, извиняюсь, пастухи, они рассказали то, что они слышали, то, что им было возвещено, то, что они видели чудные дела Божьи. И когда они это все сказали, возвестили и написано, рассказали то, что им было сказано, то услышала Мария, она сложила в сердце свое. И они принесли радость. И самое последнее, то, что Бог хочет, чтобы мы достигали, что мы когда, когда эти слова не просто услышали, они наполняют нас. Когда эти слова дают нам жизнь, и мы им говорим, то мы сами наполнены радостью. И мы почитаем такие слова, они возвратились славя и хваля Бога за все то, что они видели и слышали, что им было сказано. И потому мы сегодня, братья и сестры, мы сегодня говорим об ангелах, но я благодарен Виктору Александровичу, что он сказал, вот ангелы это вестник, это посланники, и мы тоже, наша часть, вот наша часть, давайте я прочитаю текст, а потом мы будем рассуждать. Наша часть, мы тоже не просто люди верующие, а мы посланники, мы вестники, мы те, которые Бог что-то нам открыл и посылает в этот мир. И Рождество это не то, что я получил, а то, что я наполнился и понес, и вы несете в этот мир, в дома свои, родным, близким. И смотрите, это так говорит апостол, второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Я хотел, братья, второе послание Коринфянам, 5 глава, спасибо. Смотрите, итак, итак мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова. Просим, примиритесь с Богом. Я хотел бы сегодня говорить о нас, как о посланника, как о тех, которые несут эту весть. Потому что весть, смотрите, мы ангелы не свою весть принесли, а ангелы принесут ту весть, которую Бог им дал. Мы тоже не свое несем. Говорит ли кто? Говорит как? Слова Божьи, как Бог говорит. И мы тоже сегодня вестники. Вы знаете, в Писании есть сравнение такое. Я хочу два места показать, чтобы вы видели, что часто Бог сравнивает человека с ангелами. Когда сказали об Иоанной Крестителе, то знаете, когда читали Писание, написали, вот ангел мой, это Иоанн Креститель, человек, не небесные жители, ну не с крыльями там, не обычный, а обычный человек. Вот ангел мой, который я послал, чтобы он приготовил путь мне. И когда мы говорим, что Бог говорит о людях, как об ангелах, когда люди что-то возвещают, что-то не делают, что-то не совершают, и Бог говорит, это ангел мой. Дальше мы читаем. Когда вы читаете послание к семи церквям, то Бог обращается к этим церквям с этими же словами, словами, что ангелы церкви напиши. Ангелы то, которым верено по печенью церкви. Ангелы то, кто признал возвещать истину Божию. И мы сегодня все, я думаю, в первую очередь это все тем, которые все мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас. Вы знаете, я не представляю ангела, который бы, не, я представляю этого ангела. Он называется непокорившийся или непокорный ангел, который тоже есть часть ангелов, которые впали неупокорность. Об ангелах, которые мы говорим сегодня, это ангелы Божьи, которые готовы служить и исполнять волю Божью. А те ангелы, которые не покорились истине, они неверные ангелы. То вот я сегодня говорю о людях, о нас, как людях верных. Люди, которые сегодня слышат истину Божию, сами наполняются этой истиной. Сами сегодня, например, благодарение Богу, дающему нам, потому что если этого нету, я не могу понести самому торжествовать во Христе Иисусе, самому иметь эту радость полную. И тогда от избытка, от того переполнения, которое вы имеете, вы это благоухание распространяете на всяком месте. И, наверное, вы сегодня встречаете верующих, и такой вопрос, вы ему не спросили, а что случилось для этого человека? А что произошло? Потому что на лице ему нету радости, нету его на лице ничего. Просто вы видите человека, который загадка. Я думаю, что когда пришли ангелы, они не были загадкой, да, испугаясь, потому что это сверхъестественное явление. Но они были открыты к общению, открыты к весе, они несли эту весть, и эта весть зажила учеников, ученики понесли дальше. И потому, смотрите, первое, что я хотел сказать сегодня, что мы, ангелы, ну, я так бы называл, что они не бесчувственные существа. Ангелы всегда, они сами наполнены и других зажигают. И я хотел, чтобы вы увидели, что это как написано в Библии или в Евангелии. Смотрите, мы тоже, когда зажженные, мы зажигаем других. Если мы не зажженные, мы не можем других зажечь. Я думаю, что ангелы, которые пришли, возвеселили, славили, они насколько были в самом восторженном состоянии, что они это торжество могли передать на пастухов. И я читаю послание, не послание, Евангелие от Луки, 15 глава, и в 7 и 10 стихе есть два свидетельства об ангелах. Смотрите, оно связано с чем? Сказываю вам, так что на небесах. Просто здесь не написано, что там на небесах. Более будет радости об одном кающем гречнике, нежели о 99 праведних, не имеющих нужды в покаянии. Но когда вы читаете 10 стих, здесь четко написано. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих на небесах об одном кающемся гречнике. Смотрите, ангелы это не те, которые бесчувственны, а те, которые переживают и могут развивать и радость, могут получать укрепление, свидетельство от Бога, принести вас утверждение. Когда Христос находился, если вы откроете 22 главу 43 стих Луки, то вы увидите, когда Христос находился в Евсимании, и насказал, душа моя, скорби смертельно. Ему очень тяжело было. Ученики спят. Сам понимает миссию, которую ему было исполнить. Ему тяжесть. Вы помните, что там случилось? Ангел пришел с неба и укреплял его. Он пришел с какого-то... Там не написано какими словами, но он пришел с переживаниями, с чувствами, которые дал такие слова самому Господу нашему Иисусу Христу. Слова, которые сказал ему Отец. Потому что эти слова не Ангела. Мы не несем свое слово, а мы несем слово откровения, понимания, кто нас послал. И мы с этим словом тоже приходим и совершаем то действие, которое называют Ангелы Божии. Вы знаете, Ангелы... Наверное, что-то происходит... Ангелы не могут до конца понять Евангелие. Я думаю, Ангелы знают весь об Евангелии, потому что они пришли. Но до конца понять они не могут. Почему? Потому что Евангелие... Понять вкус Евангелия, понять истину, могут те люди, которые нуждаются в этой истине. Вы знаете, вот есть самое лучшее лекарство. Какое-то лекарство. Но вы не больны этим. Вам это лекарство что-то о чем-то говорит? Да ни о чем не говорит. Вы знаете, что есть такое лекарство. Но тот, кто принял лекарство, тот, кто вкусил это лекарство, говорит, о, какое оно! Какую силу имеет! Какую власть имеет! Что оно сделает для меня? Вот когда мы говорим о Евангелии, оно что-то трансформировалось так в нас, в людях, что мы можем больше рассказать, те, которые приняли, больше рассказать сегодня о том, о той многоразличной премудрости Божьей, нежели ангелы. И я читаю первое... Давайте мы слова, которые все мы знаем, я просто просветирую, братья высветят. Первое послание Петра, первая глава, 12 сик. И там говорят, что такие слова, что нам, мы сегодня, об ангелах сказано, что посланные с небес, что в духстве посланные с небес, вот что желают проникнуть, а в нашем переводе проникнуть, или проникнуть ангелы, понять, заглянуть в то, что они до конца не понимают. А мы понимаем. Потому что мы разделили вот это слово, которое вы приняли, я принял, оно принесло нам не просто весь, оно произошло изменение. И потому, смотрите, посланники Ефесянам, я читаю два места, которые говорят об том, что только на земле, мы из земли даем сигнал, если так можно сказать, сигнал на небо о величии, которое ангелы до конца не могут понять. Я читаю 3 глава, 10 сик. Дабы ныне это слово проникло в нас, а теперь оно трансформило в нас, мы измененные, и мы как церковь, дабы ныне садилась известной через церковь, начальством, властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Вы знаете, что-то делаем мы, когда мы не просто принимаем, а мы говорим об этой весе, мы ее возвещаем, мы провозглашаем многоразличную премудрость Божию. И в том же послании Ефесянам, говоришь, все, что Бог для нас сделал, оно имеет глубочайший замысел, замысел, который Бог заложил. Смотрите, 2 глава, 7 сик. Дабы явить в грядущих веках, то есть в будущем, то, что будет на небе, что увидят небожители, и мы даже до конца уразумим это. При изобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И вот сегодня мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог через нас что-то возвещает, о чем-то говорит. Вы знаете, это не просто слово. Я не знаю, каким лицом Бог говорил ангелам. Я не знаю, насколько ангелы были, это мое воображение только, они выдушевлены были этим словом, но они были выдушевлены. Но я знаю только одно, что когда ангелы пришли, они там, может, восклицали, говорили, слава, вышник Богу, на земле мир, человеком благоволения. Что-то произошло в ангелах, что они славили Бога, и говорили, благословение, которое имеет земля. Земля от того, что родился Христос, от того, что пришло слово Христово. Это благословение ангелы возвесили. И потому мы сегодня, вы знаете, мы сегодня, давайте я прочитаю, мы призваны, братья, это я читаю не только к братьям, мы призваны к церкви Божьей, мы призваны для такого служения. И это служение, говорит апостол о себе, я думаю, я отношу, я вижу, что это относится к каждому, верующим, мы посланники, это к каждому относится. Деяние апостолов, 20 глава, с 26 стиха. Это апостол говорит по отношению своего служения, говорит, посему я свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стату, в котором Дух Святой поставил вас блюстительными, пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, что Бог сегодня всех нас на что-то поставил. Бог нам не просто, чтобы мы взяли какое-то слово и говорили, ну, помните, в чем проблема лукавого, ленивого раба? В чем? О том, что он не знал? Нет. Он его, он его поставил, он закопал. Он закопал, и говорит, я знаю тебя, я знаю твое, я знаю, какой ты, я знаю. Но весь Бог открыл для того, чтобы я закопал, вы закопали, а для того, чтобы мы могли сегодня в этой вести пасти, потому что вести, о которой мы говорим, это и есть слово жизни, это и есть то, что оно пришло от Бога, и не мы жизнь производим, а жизнь производит то слово, та истина, которую англии принесли, которую мы приняли от Господа, и которую мы возвещаем, и эту жизнь, или это мы распространяем. И эта жизнь сегодня Бог поставил нас вот этими людьми, которые хранят, которые ведут, которые направляют, которые несут это служение, и мы посланники. Когда мы говорим сегодня о жизни, я опять же говорю, что жизнь, понимаете, как в Библии, как в Евангелии говорится, жизнь, тот, кто кусил, тому стало не тайно, тот понял благость Божию, но до того, как человек не вкусил или не понял, а кто-то уже понял, то тот не имеет права эту тайну сокрыть, а он говорит, эту тайну сказать, и наша сегодня тема англы возвеселия, ученики не сокрыли, пастухи не сокрыли эту тайну, а пошли дальше нести, те, кто усил еще дальше, и так пришло к тому, что Лука исследовал, нашел людей, нашел тех, которые очевидцами были, и записал, но если бы не было свидетельства, я не знаю, как Лука нашел бы их, но я верю в то, что было свидетельство, и поэтому свидетельство, как по ниточке он нашел тех, которые были очевидцами, потому что они свидетельствовали, и потому я хотел бы сегодня сказать о тайне, которую мы вкусили, которую мы поняли, и я читаю, как апостол призывает нас, Ефесянам 3 глава, 4 стиха, вы, читая послание, можете усмотреть мое разумение тайной Христовой, которая не была восхищена прежде поколения сыном человечества, как ныне открыто святым апостолам его и пророк, и пророк, святым апостолам его и пророкам, духом святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющим одно тело, сопричастники обетования его во Христе Иисусе посредством благовыслования. Вы знаете, я думаю, что сегодня, когда мы говорим о вести, то весть это что-то таинственное. Слово таинственное, то есть для тех, которые несет, оно не таинство, а они уже разумеют. Для тех, которые вы будете говорить, для них таинство загадочное, непонятное, но для этого мы говорим не о себе, а о Божьей вести. Когда мы говорим о Божьей вести, то я верю в то, что Слово Божие, которое вы сеете, Слово Божие, а Бог ревнует над этим Словом, и Бог Духом Святым дает разумение тому человеку, который вы несете эту весть. И тогда человек начинает видеть великие дела Божьи. И Писание говорит, эти великие дела Божьи человек порой не видит в день вашего свидетельства. А в день Божьего посещения, когда Бог откроет ему каким-то для вас таинственным образом, откроет понимание, он прославляет Бога. Он говорит о великих, о чудных делах Божьих. И потому сегодня, когда мы говорим о нашем благовестии, о том, что мы не просто радуемся, а мы идем и рассказываем, а что мы имеем благодаря Рождеству Господа Иисуса Христа. И я хотел бы все сказать, мы имеем, мы имеем, потому что родившийся обогатил нас вот этим имением. Я читаю Ефесянам 1 глава 7 по 11 что мы имеем? В котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, который он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумением, открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, то есть говорится об Иисусе Христе, в устроение полноты времени, дабы все небесное, земное соединить под ловою Христом. В нем и мы сделали наследники, мы были предназначены к тому по определению совершающего все поизволение воли своей. И вот это предопределенное пришло слава выше к Богу, а на земле мир, оно было определено там. И англы принесли его, пастухи понесли его, ученики приняли, понесли, и до нас дошла эта весть. И сегодня мы тоже, братья и сестры, мы сегодня те, которые, во-первых, эта весть делает людей чувствительными, не бесчувственными, а чувствительными. Эта весть делает людей какими-то особенными. И у нас есть чувствование Христовое. И вы знаете, когда англы возвещали, я не думаю, они не ради себя это делали. А говорим, когда, у вас должны быть чувствования Христовы, чтобы вы не о себе заботились, а имели нужду от других. И когда эта весть наполняет меня, то мы, в нас выражаются эти чувствования, что мы сегодня делимся, говорим, утверждаем и провозглашаем то, что Бог сделал. Вы знаете, и, наверное, самый сложный момент, который я хотел сегодня отметить, что когда мы говорим, утверждаем, мы говорим о славе Божьей. О славе Божьей, о той славе Божьей, которую мы уже поняли, которую мы вкусили. Но мы говорим человеку, и человек тоже понял. И вот очень важно, чтобы мы увидели, что эту славу, эта слава, о чем вы говорите, люди поняли об этой славе, что люди не нам воздают славу. Мы не принимаем славы. Часто люди говорят, спасибо тебе, что ты сказал, спасибо, что ты мне открыл глаза, спасибо тебе, что ты как-то помог мне. Вы знаете, по-человечески как-то приятно, когда тебя замечают. Но, вы знаете, если мы ангелы Божьи, посланники Божьи, то мы должны всю эту славу приписать не себе. И когда мы читаем книги Откровения, я не знаю, почему Иоанн два раза сделал одну и ту же ошибку. В 19 главе, когда читаем книгу Откровения, 19 глава, и читаем 10 стих, когда он рассказал о величии, о славе, о том, что ожидает, и Иоанн хотел поклониться ангелу, упасть вниз. Он говорит, не делай это. Не делай это. Господу Богу одному поклоняйся. Только Ему. Дальше, 22 глава, 9 стих, опять же, то же самое, восторг Иоанна, наполнил той весе, о которой Ангел говорит, опять желание поклониться. И он говорит, не делай Богу поклонись. И потому, мы, если мы ассоциируем себя, считаем себя ангелами Божьими, то сегодня наше слово или наше действие, оно слово Божие, которое явлено в силе Духа Божьего, не нашего силы, чтобы вера всех нас утверждалась не на словах говорящего, а утверждалась на той силе Божьей, которую ангелы с небес возвесили об этой силе Божьей. Мы сегодня несем этой силе Божьей, и потому, мы сегодня эта сила Божья нас наполняет радостью, и мы наполнены желанием вот это блаухание, потому что это создало слово Божье, о нем распространять. И пусть Бог благословит нас сегодня, братья и сестры. Вы знаете, я думаю, что, не знаю, когда мне дали, когда меня попросили говорить об ангелах, я никогда первый раз говорил слово об ангелах, никогда так как бы ассоциацию не проводил. Вы знаете, чем я больше говорил, чем я больше понимаю, насколько прекрасно и славно быть орудием, не я для Господа что-то делаю, а орудие в руках Господней. Ангелы это орудие, которым Бог совершает что-то. И походит, чтобы мы сегодня были Его ангелами, все орудиями в руках Его, которые Он производит в Свои действия, к славе Его. И тогда имя Божье, Царство Божье распространяется и расширяется. Слава Богу за то, что Бог в моей немощи, в вашей немощи, желая действовать. Аминь. Да благослей Господь нас в этом. Давайте помолимся. Бог наш, я сегодня вместе с народом Твоим желаю прославить Твое великое преславное имя, потому что Твой замысел, который Ты имел от вечности, совершился во времени. Во времени, и мы сегодня радуемся, что 2000 лет тому назад Ты, Господь, открыл людям ту великую радость, то великое, что Ты приготовил от вечности для народов. И сегодня, Господь, мы радуемся и благодарим за то, что пришел на землю наш Спаситель, что Он уничижил себя и стал подобен нам. Но Его желание было принести нам от Тебя весь, весь о Твоем желании спасения нашего, весь о том, что Ты, Господь, желаешь, чтобы мы через то служение, которое совершил Христос, Твой Сын, Господь, нас, чтобы мы имели участь на небе, Господь. И сегодня мы, люди, дети Твои, мы благодарим Тебя за эту великую надежду, которую мы имеем в Тебе. Благослови, Господь, сегодня народ Твой, чтобы мы могли не быть людьми, которые только приняли, но могли сегодня, Господь, понести. Понести, как когда-то пастухи понесли эту радостную весть, понести, как когда-то апостолы понесли, чтобы эту весть мы распространяли, и чтобы через это Ты был возвеличен и прослави наш Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Аминь.